Несанкционированные свалки, убитые дороги, незаконные государственные закупки. Более 300 молодых журналистов из разных регионов России приехали на форум Таврида, чтобы поделиться своим опытом освещения сложных социальных тем. Я уже встретила здесь такое количество единомышленников, такое скопление, какая-то плеяда ярких звезд, журналистов. Нашли общий язык со всеми ребятами. Молодых журналистов ждала насыщенная образовательная программа. В течение пяти дней им рассказывали, как контролировать власть и защищать интересы простых людей. Творческие встречи и мастер-классы провели депутаты Государственной Думы, активисты Общероссийского народного фронта и старшие коллеги. Специальными гостями форума стали журналисты-телеведущие Петр Толстой, ведущий утренних новостей телеканала «Россия-24», «Роман Плюсов» и многие другие. Чувствовалось, что мы разговариваем на одном языке, мы разговариваем с журналистами, профессионалами своего дела. Может, где-то чего-то не хватает, каких-то моментов, может, каких-то знаний, может, какого-то опыта не хватает. Но общаться было очень интересно, потому что мы говорили на одном языке. Однако молодые журналисты собрались здесь не ради образовательной программы, и даже не ради моря. На самом деле их цель – доказать, что они умеют быстро и качественно работать в рамках деловой игры. В четвертый день форума участников разделили на шесть медиахолдингов по 45 человек. Они освещали жизнь в Золотограде, выдуманном городе, с реальными проблемами. Один видит мэра! Мэр выйдет! Мэра к ответу! Как вы видите сейчас, конкретные жители хозяйства звали «Мэра к ответу!» Игра проходила в 8 часов. Участников ждали митинги и акции протеста, пресс-завтраки, открытия выставок и чрезвычайные происшествия. Все, как в большом городе. Обычная работа современной редакции. Правда, некоторым пришлось проявить себя в непривычном качестве. На деловой игре я была оператором, хотя обычно я редко бываю оператором. Но в итоге наш сюжет заметили, он понравился очень членам жюри. И было очень приятно поработать с ребятами, которые знают, чего они хотят вообще. Своё мастерство молодые специалисты показали в создании новостей и мемов, введении социальных сетей, написании лонгридов и съёмке телевизионных сюжетов. Они попробовали максимальное количество жанров, создавали лайфхаки и делали прямые включения. Меня удивила всё-таки скорость, с которой мы сработались. Опять же, я этой скорости не ожидала, я к ней была не готова. Люди так быстро очень нашли общий язык. Мы моментально перестроились в редакцию, поставили столы, создали атмосферу необходимую. И всё так очень натурально было. В принципе, я ощутила себя как дома. То есть, наша родная редакция, так же все на нервах, так же все быстро, господи, конкурентно уже написали это, эти уже написали то. Поэтому мы действительно в режиме нон-стоп работали. Даже некоторые не ходили на обеды, на ужины. Настолько были увлечены процессом, что, в принципе, все погрузились в эту игру и реально чувствовали себя, как будто они сейчас работают, а не просто эта игра на тавреде. Последний день посвятили разбору ошибок. Работу молодых коллег проанализировали федеральные эксперты. Редактор «Комсомольской правды», создатель портала «Лайфхакер» и журналист телеканала «Россия-24». Есть ошибки, над которыми придется работать. И, в принципе, я думаю, что это всегда у всех журналистов, вне зависимости от опыта, бывают такие моменты. Так что очень здорово, что у меня появился шанс общаться с профессионалами всероссийского уровня в этой сфере. Короткая смена молодых журналистов стала одной из самых ярких на форуме «Таврида». Каждый день мы записывали десятки советов и новых тенденций, чтобы уже сегодня начать применять их в своих редакциях. Мы стараемся эффективно помогать в решении острых проблем регионов и качественно информировать население. Галина Ершова, специально для телеканала «Город». Галина Ершова, специально для телеканала «Город».